ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вопрос. Признание ее нового статуса международным сообществом, в первую очередь так называемыми союзниками России. Похоже, это очередной повод для Кремля проверить искренность своих друзей. Россия, как страна, как полюс, который объединяет вокруг себя постсоветское пространство, должно раз и навсегда выяснить, есть Россия, есть сильная Россия, привлекательная Россия. Крымский экзамен рискует провалить в первую очередь среднеазиатские страны. Именно они чаще всего клянутся Москве в вечной дружбе и любви. Но в дипломатической конфронтации России с Западом почему-то ни одно из этих государств не продемонстрировало однозначную поддержку Кремля. В недавнем голосовании по антироссийской резолюции в Генассамблее ООН центрально-азиатские союзники России ушли в глубокий аут. Я просто обратил бы внимание, что Узбекистан и Казахстан воздержались, а три другие страны Центральной Азии, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан не участвовали в голосовании, ну, как бы вышли, что называется, в этот момент из зала, да. Это как раз и есть вот это выражение, позиция. Эти три страны вообще не хотели бы себя связывать с каким-либо отношением к этой проблеме. На фоне российско-украинского противостояния в незавидном положении оказались центрально-азиатские дипломаты. В попытке сформулировать позицию своих стран они вылезают из кожи вон. Крымский кризис больше всего застал врасплох внешнеполитическое ведомство Казахстана, а Стана, судя по всему, опасается оказаться в той же ситуации, в которой находится Киев. Поэтому в официальных заявлениях, наряду с поддержкой действий России, Казахстан все же указывает на соблюдение международных договоров, где ранее Украине гарантировалась территориальная целостность. В связи с проведением референдума в Автономной республике Крым 16 марта 2014 года, Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с уставом ООН. В Казахстане восприняли прошедший в Крыму референдум как свободное волеизъявление населения этой автономной республики и с пониманием относится к решению Российской Федерации в сложившихся условиях. Мы выступаем за мирные формы выхода Украины из кризиса и его преодоления путем переговорного процесса под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций. По сравнению с Казахстаном позиция Узбекистана выглядит более жесткой. В переводе с дипломатического языка Ташкент осуждает действия России и выступает за территориальную целостность Украины. По мнению экспертов, твердость Узбекистана в этом вопросе обусловлена наличием в ее составе автономной Каракалпакской республики, а также историческим притязанием Таджикистана к городам Самарканд и Бухара. А вот Таджикистан с Кыргызстаном, видимо, не имеет другого выхода, как признать нынешний статус аннексированного полуострова. Бишкек совсем недавно фактически признал Крым в составе России, а Душанбе уж очень долго затягивает с этим вопросом. Эксперт российского национального политического агентства Бахтияр Сатари считает, что Таджикистан попытается и дальше дистанцироваться от крымского кризиса, поскольку у государства есть свои интересы в Украине. Республика, модернизирующая гидроэлектростанции и строящая Рагунскую ГЭС, тесно связана с украинскими машиностроительными предприятиями. Мы сейчас ожидаем из Украины поставок комплектующих для строящейся, надеюсь, Рагунской ГЭС. Плюс неплохие отношения сложились у руководства республики с бывшим губернатором Харьковской области, а ныне исполняющим обязанности министра внутренних дел Арсена Малаковой. Я думаю, что Таджикистану, скорее всего, я бы так думал и желал бы, чтобы Таджикистан все-таки бы примкнул к той позиции, которой придерживается Российская Федерация. В стратегическом плане мы больше выиграем. Схожую с позицией Душанбе придерживается также и Ашхабад. Туркменистан с начала майдановских настроений в Украине никак не реагировал на политический процесс. И сейчас, видимо, не собирается менять свою позицию. Однако эксперты уверены, что Туркменистан тоже не может долго оставаться в стороне, и ему придется в ближайшее время сформулировать свою позицию по новому статусу Крыма. Хороший вопрос. Он во многом будет зависеть от развития ситуации, связанной с выводом натовских войск из Афганистана. В конце 2014-го, начале 2015-го возникнет необходимость обращения к России за помощью, и тогда все может стать на свои места и стать гораздо более определенным. Украинский кризис обличил прикрытые красивыми словами и лицами президентов истинное положение России в Средней Азии. Оказалось, на заднем дворе Кремля все не так просто, как кажется на первый взгляд. В Центральной Азии Россию боятся, игнорируют и даже презирают. Но никак не уважают. Туркменистан, например, настаивающий на своем нейтралитете, совсем не хочет связываться с Россией. А Кыргызстан и Таджикистан частенько слышат от Москвы неприкрытые угрозы в свой адрес. И из-за экономической слабости вынуждены идти на большие уступки. Узбекистан же порой может позволить себе каприз. Пойти в разрез воли Кремля, но знает меру своей прихоти и не зарывается. Субтитры создавал DimaTorzok